Урок 13. Задача 1. Найдите угол, образованный бисектрисами двух вертикальных углов. Вертикальные углы равны. Допустим, пересекаются две прямые. При пересечении образуются два равных острых угла и два равных тупых угла. Обозначим градусную меру острого угла за 2х градусов. Писектриса делит угол пополам. х плюс х это 2х градусов. Второй острый угол тоже 2х градусов. А градусная мера тупого угла, допустим, у градусов. Вот два тупых угла и эти тупые углы равны. Надо найти угол, образованный бисектрисами. То есть это будет угол х плюс у плюс х. Это развернутый угол. Потому что в другой полуплоскости получится точно такой же угол. Х плюс у плюс х. Полный угол 360 градусов. 360, если разделить на 2, получится 180 градусов. Итак, бисектрисы двух вертикальных углов образуют развернутый угол 180 градусов. Задача вторая. Верно ли утверждение? Бисектрисы смежных углов лежат на перпендикулярных прямых. Давайте рассмотрим два смежных угла. Допустим, один из них острый, другой тупой. В сумме они составляют 180 градусов. Развернутый угол. Градусную меру острого угла давайте обозначим за 2х градусов. А бисектриса делит угол пополам. А градусную меру тупого угла обозначим за 2у градусов. Бисектриса делит угол пополам. У плюс у – 2у. 2х плюс 2у в сумме 180 градусов. А теперь, если разделить на 2, и левую часть равенства, и правую, то получится х плюс у – это 180, деленное на 2, то есть 90 градусов. Значит, бисектрисы смежных углов лежат на перпендикулярных прямых, потому что х плюс у – 90 градусов. Вот этот угол – 90 градусов. Это утверждение верно. Задача третья. Развернутый угол разделен лучом, исходящим из его вершины, на 2 угла, такие, что половина одного равна третье другого. Насколько один из этих углов больше другого. Допустим, один из углов острый, с градусной мерой х градусов, а тупой угол имеет градусную меру у градусов. В сумме 180 градусов. Развернутый угол. Можно выразить х через у. По условию задачи, половина меньшего угла – это треть большего угла. Значит, 1 вторая от х – это 1 треть от у. Можно в это равенство вместо х подставить 180 градусов минус у. Получится уравнение с одним неизвестным. Решая это уравнение, находим у – 108, х – это 180 минус 108, будет 72. Вопрос задачи – насколько один из этих углов больше другого. 108 минус 72 будет 36 градусов. Ответ на 36 градусов. Задача четвертая. Насколько частей разбивают плоскость 6 прямых, пересекающихся в одной точке? Давайте сначала построим одну прямую. Возьмем точку на этой прямой. И через эту точку надо провести еще 5 прямых. Давайте сосчитаем, на сколько частей делят эти прямые. Сначала одну полуплоскость. Одна часть, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Значит, 6 частей в одной полуплоскости и столько же в другой. Значит, 6 до 6 – 12. Ответ на 12 частей. Задача пятая. Сумма двух углов треугольника – 120 градусов. Один из этих углов меньше другого на 50 градусов. Надо найти меньший угол треугольника. Сумма углов треугольника – 180. Известно, что два угла в сумме дают 120. Значит, можно найти третий угол. 180 минус 120 – 60 градусов. По условию задачи. Один из углов меньше другого на 50 градусов. Допустим, меньше х градусов, другой на 50 градусов больше. А в сумме – 120. Решая уравнение, находим х. Х – 35 градусов. А тот, который на 50 градусов больше – 85 градусов. Итак, углы треугольника. 35 градусов, 85 градусов. И третий угол треугольника – 60 градусов. Меньший угол – это угол 35 градусов. Решая утряга. 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 Продолжение следует...